Жители поселка Редукторный жалуются на отсутствие светофоров и плохую работу. Населенный пункт нужно не назвать окраиной, ведь здесь много новостроек и новый детский сад. Переходить дорогу становится невозможным, рассказывают жители. Порой не обходится и без жертв. Жалобы жителей выслушала Умай Ибрагимова. Шамиля Чундаева Когда переходишь дорогу, ощущение, что водители даже не тормозят, а наоборот нажимают на газ. Дети, за них родители беспокоятся больше всего. Если в детский сад и школу они ходят в сопровождении, то уследить за ними в другое время невозможно. Местные жители опасаются, что дети могут оказаться жертвами ДТП. Вот видите, женщины проходят, даже не останавливает никто. С ребенком, женщина на руках проходит, никак не останавливает, никто не уступает нам дорогу. Версии, почему не устанавливают светофор, у жителей разные. Кто-то полагает, что это будет тормозить движение проезжающего по утрам кортеджа главы республики. Другие и вовсе ссылаются на то, что местные чиновники экономят на дорогах столицы. В администрации города утверждают указ об установке светофоров уже есть. Согласно постановлению администрации города Махачкалы номер 815 от 29 мая 2017 года по проспекту Насрудинова в районе техцентра Скачки, дом номер 49-1, должен быть установлен светофорный объект. Редукторный поселок по статистике один из самых аварийных участков города. Напомним, что в ДТП, которое произошло здесь накануне, погибла вся семья. Если взять проспект Насрудинова от кольца издательства в сторону Каспийска по старой Каспийской трассе, за этот год, за период с января по август месяц зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, которых погибло 3 и ранено 27 человек. Это без учета сентябрьских ДТП, которые резонансно произошли. Основные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий на этом участке – это превышение скорости движения водителями и выезд на полосу встречного движения. Проблема светофоров не только в редукторном поселке. На проспекте Акушинского, как и на многих других улицах, светофоры есть, но времени, которое дается пешеходам, не хватает. Сейчас мы попробуем перейти дорогу. На средней скорости перейти дорогу практически невозможно. Людям приходится бежать. Перейти дорогу даже по пешеходному переходу в Дагестане – большая проблема. Водители не всегда останавливают, как это положено по правилам дорожного движения. Автомобилист обязан уступить дорогу переходящим улицу и даже тем, кто едва вступил на проезжую часть. Ума Ибрагиму, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.